Здравствуйте, Александр Янковский! Значит, первое, я не знаю, как вот к этому событию, которое я сейчас расскажу и нашим телезрителям, если они еще не в курсе, значит, можно относиться по-разному и относиться по-разному в разных странах. Значит, сегодня была зафиксирована самая низкая цена на нефть с 2008 года, это 37 долларов за баррель, говорят, что это приблизительная мера, равная одной бочке. 37 долларов, 37, еще раз повторю, это число, потому что оно мне нравится, значит, 37 или для российского обывателя, наверное, больше, более имеет значение цена на нефть марки VTI, которая, да, которую они торгуют там, это 35 долларов за баррель. Так вот, впервые с 2008 года, вот этот самый график, да, вот как раз вот эта вот цена. А о чем это говорит, да, чем это может грозить нашему заклятому другу, я бы так же сказал, да, вот Российской Федерации? Ну, Российская Федерация, она медленно и плавно идет к дефолту, к потере своих золотовалютных резервов. Я думаю, что там в более растянутом формате будет повторен сценарий украинский, вот по дефолту банков. То есть у нас это происходило быстро и под контролем регулятора и фонда гарантирования. Там это может растянуться на несколько лет, потому что реально ситуация там не очень хорошая, и в плюсах оказываются только грузбанки, которые получали самых жирных клиентов из отрасли. И на этом, наверное, все. То есть частные банки находятся в не очень хорошей ситуации, потому что падает потребление. То есть у них, получается, потребление – это производная цены на нефть. Это уже, ну, как бы, доказано. То есть если меньше становится цена на нефть, то россияне просто меньше кушают хороших продуктов? Ну, или не знаю, вообще, да? Не только кушают, хуже одеваются, покупают меньше автомобилей и так далее и тому подобное. То есть там идет, ну, как бы, прямая зависимость от этих поступлений. А вот? И бюджет, то же самое, система государственных финансов зависит от вот этой цены, потому что один из факторов, который наполняет бюджет – это цена на нефть. И сейчас это амортизируется последние полгода еще за счет того, что они привязывали цену газа к нефти, и там цена на газ падает не сразу, а постепенно. Через 9 месяцев, если мне не изменяет память. Ну, 6-9 месяцев, да, там, как бы, формула расчета позволяет. И амортизация определенно идет. Поэтому от вот этих пиков газовые контракты, они застрахованы. Но если цена на уровне, там, 35, да, там, 40 продержится в течение полугода, то и последний тот барьер, который дает возможность им балансировать бюджет, он тоже пропадет. Значит, на 2016 год Российская Федерация… Дорогие друзья, мы помним, что мы находимся в Украине, да, для нас очень важно, что происходит в Украине, но то, что происходит на сегодняшний день с нефтью и с доходами российского бюджета, во многом это важно тоже и для каждого из нас, для каждого гражданина Украины. А вот вернитесь, пожалуйста, еще к этому замечательному сайту, на котором сразу можно видеть курс рубля, то есть курс доллара, да, можно так сказать, да, это 70,5 рублей за доллар, 77,8, это курс евро в Российской Федерации, ну и там вот 38, да, где-то. Это, я так понимаю, форексовская какая-то, которая постоянно идет, не на торгах, да, вот на бирже, а которая идет просто, ну, онлайн постоянно, потому что меняется. Значит, коллеги, я не знаю, можно назвать их так, как вашими коллегами из Банк Оф Америка сегодня просчитали, что для того, чтобы при курсе, при цене нефти в 35 долларов за баррель, курс доллара должен быть 94 рубля, но 38 уже практически близко к этому показателю, да, к 38 и практически 35, да, но пока курса еще нет 94 рублей. На ваш взгляд, как долго россиянам ждать такого курса? Я думаю, пару месяцев. То есть, если цена удержится в коридоре 35-40, то через пару месяцев у них будет где-то порядка 100, может быть, даже 120 рублей за доллар. Ну и это будет зависеть от того, насколько Центральный банк Российской Федерации будет тратить свои резервы. Если они будут склонны и видеть какие-то там перспективы, да, ну, в частности, например, Герман Греф, глава Сбербанка, заявил, что они видят, что цена на них будет расти в 2016 году. Если это действительно будет так происходить, в чем мы очень сомневаемся, то курс может удерживаться в сегодняшних рамках. Если же перспектив не будет, и рынок будет, и Центробанк будет видеть, что коридор ценовой 35-40, вот, то у них не будет просто выбора, им придется девальвировать рубль. Они от этого никуда не денутся. То есть, неважно, будут они тратить деньги на поддержание или не будут, все равно придется. Придется, они могут только самортизировать, чтобы не было резкой девальвации, чтобы россияне не проснулись там и в один день не увидели курс 100, например, да, то есть психологически. Или его по 10 гривен, например, в магазин. Да. Виталий, скажите, пожалуйста, ну, хорошо, то есть, мы смотрим за этими цифрами, и вполне понятно, почему мы, как бы, ну, я надеюсь, что многие люди в Украине радуются, да, падению. Хотя бы потому, что многие думают, что бензин теперь подешевеет. Но всегда, я так понимаю, в любом резком, в любых резких скачках всегда есть там две стороны медали. Вот удешевление нефти, на что оно так же влияет? Ну, по поводу радуются, да, я оптимизма не разделяю, потому что мы имеем дело с разворотом глобального тренда на сырьевых рынках. Это прогнозировалось давно, вот, то есть у нас, как бы, идет переизбыток производства сырья, не только по нефти, но по железоорудному сырью. У нас, вы сейчас говорите, это вообще в мире, да? Вообще в мире, да, то есть не только в регионе в нашем. Вот, и мы видим падение цен, вот сейчас очень беспокойно идет на зерновые культуры. Это сельскохозяйственное сырье. Видим резкое падение цен на железоорудное сырье. И для Украины ее экспортный потенциал, к сожалению, будет худеть на глазах. То есть цена там по линии железоорудного сырья, если мне память не изменялась, не изменяет, упала со 120 до 37 за тонну. Вот, то есть это очень существенное падение. Цена на пшеницу там с 250 до 180 в 190. То есть меньшее темп падения, оно тоже есть. Поэтому, конечно, такие рынки, как наш, будут получать меньше валюты, соответственно, валюта будет склонна к девальвационным тенденциям. А скажите, пожалуйста, вот если так много денег было, да, в этом нефтяном рынке, когда нефть стоила там 120, ну, я утрирую, ну, или там больше 100 долларов, да, куда эти деньги вообще делись? То есть если, ну, деньги они же не могут так просто взять, так и исчезнуть, да, если их там было много в нефтяном, в нефтяном отрасли, или там в железорудном сырье, то куда-то деньги-то все-таки перешли? Ну, деньги, как бы, оборотный ресурс компании, если он освобождается, он размещается или идет на выплату дивидендов, или размещается в другие проекты более прибыльные. То есть вы знаете, что ряд крупнейших компаний, они поддерживают и альтернативную энергетику, там, строят солнечные станции и так далее. То есть там, как бы, надо смотреть их отчетность, куда они перенаправляют эти ресурсы. Но я думаю, что мы сейчас имеем именно дело с той ситуацией, когда очень длительное время цена на ней была высокой, и все компании, частные крупные корпорации американские и государственные компании из Ближнего Востока, они активно инвестировали в развитие, добычу, разведку месторождений. Вот они в течение, там, 5-7 лет добились этой ситуации. Теперь они производят слишком много сырья, столько, сколько рынку не нужно для потребления. Плюс есть большой риск охлаждения китайской экономики. То есть в основном движение цен по линии железоорудного сырья связано с ситуацией в Китае. То есть это строительство, да? Да, это затухает строительство, соответственно, им нужно меньше металла. Меньше металла, значит, металл скапливается на складах, а произведенный во всех точках, так сказать, мира, там, Бразилия, Украина, Китай, да, там, ЖРС, он уже никому особо не нужен. То есть, соответственно, цена на него падает. То есть получается, как бы, конъюнктура для нас неблагоприятная, и существует прогноз, что она будет подпитана повышением ставки Федерального резерва. То есть это придет к тому, что… Это какая-то, вы какие-то сейчас американские слова назвали, да? Ну, Федеральная резервная система повышает ставку, приведет к тому, что капитал в сырьевых, развивающихся рынках утекает в США, на развитые рынки. И чем больше они будут повышать ставки у себя там, да, то тем меньше будут желающих размещать деньги в непонятных, развивающихся странах, где могут быть там политические, экономические, там, инфляционные и так далее, административные риски, которые нельзя перебороть. Вот. И больше будет желающих вернуть капитал на развитые рынки, инвестировать в развитые рынки. Но смотрите, получается так, когда падает нефть, да, вот как сейчас, особенно, 38, я, насколько помню, многие проекты там, альтернативные энергетики, они создавались, проектировались, когда цена на нефть там была там больше 100 долларов, и говорили, вот скоро нефть будет вообще там 200 долларов, потому что это исчерпаемый ресурс, да? Поэтому надо срочно инвестировать в такие возобновляемые источники энергии, и что сейчас? Получается, многие проекты, они просто-напросто экономически нерентабельны в такой ситуации. Ну, конечно, мы будем ожидать убытков, и те движения курсов акций, там, Шеврона, других Шелл, там, нефтяных компаний, они показывают, что инвесторы ничего хорошего оттуда не ждут, из энергосектора сейчас. Это объективный фактор, и с этим надо считаться. То есть, я не думаю, что мы повторим картину, 2008 года, когда был резкий вал цен, потом постепенный. Сейчас ситуация намного сложнее, и если вы видели, то в США даже готовят, или сняли уже, либо готовят эмбарго на экспорт нефти из Штатов, это тоже подхлестнет. Много нефти? Да. И может ли это, знаете, ну, как бы, может быть, произойдет какое-то чудо, на которое, может быть, надеются в Российской Федерации, и снова будет нужно много нефти? Я не думаю, что это будет быстро, потому что, понимаете, эти рынки, которые, как бы, ставят, да, от которых зависит цена на нефть, они не играют в глобальной экономике большой роли. То есть, сейчас три экономики мира играют определяющую роль. Это США, Китай и Европейский Союз. Вот, а они же есть основными потребителями энергоресурсов. Поэтому, как бы там не вели себя, да, там, на Ближнем Востоке, как бы не развязывали войну, там, в Сирии, Турции, Ираке и так далее, то есть, от седации, да, то есть, в принципе, седация на Ближнем Востоке, ведь все это время оставалась очень напряженной, сверхнапряженной, тем не менее, мы видим цены 38. Потому что, сейчас мы подошли к седации, когда цену на нефть диктуют потребители. Потому что они больше, они более управляемые. И на этих рынках мы не ждем сейчас ничего хорошего. То есть, в США, скорее всего, прогнозы роста будут более скромными на 2016 год, чем это ожидали ФРС. Но, тем не менее, они будут идти на повышение ставок и охлаждать собственную экономику. В Евросоюзе мы знаем с вами ситуацию, что количественное стимулирование от ЕЦБ не дает своих перспектив. И они не так давно объявили о том, что они готовы будут продлить. Это и есть ряд экономик стран, которые находятся в плохой ситуации, такие как Греция, Португалия, Италия и так далее. То есть, вот эти проблемные юрисдикции. Финляндия тоже, кстати, проблемы есть с восстановлением экономического роста. То есть, фактически экономика в стагнации находится. Хотя это небольшие экономики есть, но эти же вопросы беспокоят ЕЦБ, потому что у этих стран шли на равные права, по сути. И в Китае мы видим перспективу снижения темпов роста. То есть, да, возможно, Китай не будет падать в 2016 году, возможно, катастрофы не произойдет, но если у них сократится прирост с 7 до 3%, то все почувствуют, и рынок нефти в том числе, потому что он один из определяющих. Хорошо. Знаете, тогда такой еще момент. Вот возвращаясь к тому же самому прогнозу Банков Америка, что в 2016 году они прогнозируют, что там курс может быть 35, извините, баррель нефти будет стоить 35, и при этом курс будет 94 рубля. При этом они прогнозируют, что дефицит при таком курсе будет, составляет российского бюджета 3% ВВП. Это значит, что если курс будет больше, то вообще будет у россиян бездефицитный бюджет? Ну, это расчеты приблизительные, понимаете? То есть, мы же не знаем... Я это задаю к тому, что, может быть, с такой точки зрения, то россиянам, даже российскому государству, даже выгодно, чтобы была такая девальвация значительная рубля. Если там 100, то они спокойно, даже продавая меньшее количество нефти по меньшей цене, они спокойно закрывают все свои социальные обязательства по тем расценкам, которые у них есть на сегодняшний день. Ну, я не думаю. Смотрите, давайте еще вернемся к одному фундаментальному вопросу. Ведь цена 38 долларов за баррель – это совсем не та цена, которая была в 2005 году. То есть, 38, образно говоря, на 38 долларов в 2005 году вы могли купить там в два раза больше, чем на эти 38 долларов сейчас. Или в США, или в Украине, или в России. Да, даже в Украине. Да, даже в Украине. То есть, это как бы показывает разницу в стоимости. А вот в 91 году на 38 долларов, я думаю, что я мог бы спокойно два месяца жить и так обедая каждый день в ресторане. Вот вопрос очень интересный. Смотрите, ваши коллеги, российские экономисты, говорят, что 38 долларов сейчас, или 37 долларов, это приблизительно соответствует, а может быть, даже уже и меньше, чем 20 долларов, которые платили за нефть в начале 90-х годов. Ну, конечно, да, мы об этом и говорим. Может, меньше даже, потому что примерно, ну, по нашим оценкам, это где-то раза в два произошло обесценение валюты. Вот. И поэтому надо понимать, что те расчеты, которые производят в системе госфинансов, они считают доходы, расходы бюджета, дефицит делят КВП и получают. Но в этих доходах будет сидеть меньшая стоимость, меньшая ценность того доллара, который получает российский бюджет. Или рубля, точнее, да? Доллар будет дороже. Доллар, переведенный в рубль, да, и потраченного там на пенсионные выплаты. Поэтому я думаю, что они тоже столкнутся с большой инфляцией, потому что девальвация для них это один из факторов инфляционных очень важный и столкнутся с тем же самым, что и наши исполнительные власти. Когда они дают бюджет и там, допустим, заложено в бюджете там, по-моему, 1400, да, или 1500 прожиточный минимум, мы с вами понимаем, что на этот древний эквивалент в месяц не прожить. Так же само будет и в Российской Федерации. Они перенесут бюджет, они утвердят, какая бы ни была цена на нефть, будет утверждено. А уже в процессе девальвации рубля, они будут вынуждены его пересматривать и, соответственно, будет от этого меняться курс, меняться их зависимость от рынка, их внутренних займов, которые они делают. На внешней рынке, вы знаете, что санкции их не пускают практически сейчас, то есть у них шансов внешнего занять нет. И для них, конечно, риск разбалансирования экономики в 2016 году гораздо выше сейчас, чем для Украины. Потому что именно из-за того, что нет ни на кого внешне, извне опересса. Китай не будет их финансировать, потому что у них снова есть проблемы. А отношения с Международным валютным фондом и с западным миром они испортили. И поэтому их риски, они сейчас более острые и менее предсказуемые даже, чем у нас. Хорошо. Я бы хотел еще получить ответ на такой вопрос. А как это может все ударить по Украине? И может ли? Ну, безусловно, ударит. Потому что часть нашего экспорта по разным оценкам от 15 до 20 процентов, потому что езжешь по ставке через треть из трапов. Знаменитые белорусские бананы, например. То есть, и так дальше. Значит, от 15 до 20 процентов экспорта идет все равно в Российскую Федерацию, и все равно мы от них зависимы. Потому что объем, ну, мы страны-соседи, и они были долго платежеспособными потребителями нашего экспорта. Заместить этот экспорт быстро, перенаправить в Евросоюз не получится. Поэтому это первый фактор негативного влияния. Второе, это то, что вместе с нефтью, с лагом, в 3-4 месяца падает железорудное сырье, черные металлы, ну, почти весь ассортимент проката. То есть, мы с этой проблемой уже с вами сталкивались в 2008 году, когда вот поставки просто не нужны, они прекратились, медкомбинаты терпели крупные убытки, и ситуация была такой крайне нестабильной. Вот. То есть, нужно ожидать разворота тренда на сырьевом рынке, а когда он произойдет, и быстро ли он произойдет, и произойдет ли он вообще в 2016 году. В этом году. Хорошо. Смотрите, тогда такой еще вопрос. Значит, насколько я понимаю, мы не получим. Мы, я имею в виду сейчас, Национальный банк Украины не получил очередной транш денег от Международного валютного фонда. Да, не получил он ни в октябре, ни в ноябре, ни в декабре тоже не получил. Но, как бы, катастрофы не случилось. Да, вот такой. Или что-то есть такие тревожные моменты? Сейчас ничего не произошло, потому что, ну, скажем так, мы еще не ощутили на себе того эффекта падения экспортных цен. Вот. То есть, рынок продолжает функционировать более-менее в нормальном режиме. Второй момент, надо сказать уже честно, что договоренности фонда между фондом и Национальным банком, когда транш не может быть пущен на поддержание гривны, они к украинской экономике особо ничего не дают. То есть, тот потенциал, который он давал, это соглашение, оно уже отработало во втором квартале этого года. То есть, какая-то стабилизация рынка и стабилизация курса на основе админмерноцбанка произошла. Вот. То есть, теперь же мы ждем дальнейших шагов, да, но у нас нет ни бюджета, ни кодекса налогового. То есть, мы, как всегда, да, экономисты, ну, можно по-разному там оценивать, там, проекты Южанина, там, проекты Минфина, но экономисты с обоих лагерей противоборствующих, они готовы, а политики не готовы. А политики не готовы к чему? Принять этот бюджет, принять этот кодекс, любой. Вы думаете, да, я понимаю, то есть, как там, лучше ужасный конец, чем ужас без конца, да, на самом деле. Витая, у меня тут, знаете, я хотел бы спросить. Вот нам очень часто, нам, опять-таки, в публичном пространстве, часто говорят о том, что вот если не будет принят эти изменения в налоговый кодекс, да, то нам там Международный валютный фонд не даст денег. Опять-таки, не нам, а Национальному банку. Но, и как правило, нам говорят, что это должен быть принят тот кодекс, который от Министерства финансов. Вот вы изучали уже этот кодекс? Налоговый вопрос, это не совсем моя специфика. Я понимаю. Ну, конечно, налоги должны стимулировать развитие. То, что делает Министерство финансов, оно по-прежнему связывает свободу выбора предпринимателей в системе налогообложения, по-прежнему у них не падает существенная нагрузка, то есть нет каких-то ортодоксальных изменений, которые бы привели к тому, что надо было бы платильщику прийти и заплатить все в белую. То есть по-прежнему мы видим, что у нас основная масса в белую по отчетности, да, ну, большинство моих коллег финансовых аналитиков из разных отраслей, думаю, что они подтвердят это, что по отчетности видно, что в белую работают только компании со стопроцентными иностранным капиталом, которых не принято не платить налоги, даже если они очень большие. Все остальные, это видно по отчетности при анализе, что они работают в том числе, используя законные серые, белые и так далее схемы по оптимизации налогообложений. Вот, поэтому, конечно, тут Украина выбирает между консерватизмом, когда мы получаем поддержку фонда вместе с ней, там, Мировой банкой, ЕБР и так далее, вот, и выбирают между развитием. То есть вот эти две. Вот смотрите, да, я просто, я понимаю, что как бы, если я буду вас сейчас просто спрашивать, как это окажет влияние там на экономику, вот та или иная ставка налогов, да, вы скажете, это, наверное, не моя парафия. Но, тем не менее, вот давайте посмотрим на сами эти ставки. Есть у нас, да, табличка? Значит, например, вот что у нас тут, податок на прибуток 18-17, там податок на доходы физичных осип тоже 18-17, едино-социальный внесок там 20-20, вот на 2016 год, и НДС тоже остается таким же 20-20%. Вот скажите, скажите, пожалуйста, у меня тут другой вопрос. Вот это может быть, знаете, вот это самые ключевые ставки, да, которые есть в проекте Министерства финансов. Ну, как бы это базовые ставки, я так понимаю, которые вообще любые инвесторы анализируют. Или вообще размер ставок не имеет значения, когда мы идем речь о каких-либо инвестициях? Ну, это приведет, вот эти ставки, они приведут к нагрузке, что мы из самой высокой по Европе, да, мы где-то в среднеевропейскую нагрузку налоговую скочим. Понимаете, с одной стороны это вроде как позитив, но с другой стороны надо понимать, что у нас страновые риски очень сильные, очень большие, они носят спекулятивный характер. И чтобы привлечь и заманить сюда крупные компании, у нас же будут вступать в соглашение об ассоциации, да, то есть, чтобы здесь, чтобы здесь китайские производители, японские, да, там, я не знаю еще какие-то, американские, они здесь производили товары и поставлялись в Евросоюз, ведь это привлекательно. Но чтобы их сюда подманить под высокие страновые риски, нужно, чтобы ставки были ниже, то есть, чтобы они были не среднеевропейские, чтобы они были минимальны. То есть, какой мне смысл что-то строить в Украине, да, если есть и более низкие ставки в самом Европейском Союзе, да? Или в самом Европейском Союзе, либо есть ставки вот более низкие в Грузии, например, да, либо еще где-то, то есть, настолько низкие, что они даже перекрывают пошлины. То есть, получается, что стимуляционный эффект от вот этих ставок, он теряется. Вот, но, опять же, если тот лагерь, который оставил более низкие ставки, он не смог убедить фонд по каким-то причинам, да, возникает вопрос, почему он не смог убедить фонд? Может быть, в целях фонда нет, чтобы пришли производители, да, или какие-то компании крупные, чтобы они пришли в Украину? Ну, фонд – это кредитор. Ему интересно, чтобы вот такие ставки, больше, меньше, но чтобы были постоянные доходы бюджета и не было рисковых снижения, потому что есть же риск того, что вы снизите ставки, предприниматели вам скажут большое спасибо, это вам человеческое, и будут продолжать заниматься тем, чем они занимались. Вот, вот фонд боится этого, и фонду, к сожалению, профессионально никто не доказал, насколько я знаю, всегда в переговорах, то не доказал, что ставки должны быть ниже, и, соответственно, нет поддержки фонда, нет поддержки Минфина, нет поддержки нацбанка. Вот, то есть, как бы, два этих фактора, к сожалению, они вот останавливают. Я прогнозирую, что ситуация будет развиваться примерно следующим образом, что примется вот этот кодекс, вариант Минфина, примется бюджет, потом где-то в первом квартале мы увидим, что, ах, жить на полторы тысячи гривен, как бы, вот это минимальное социальное нельзя, нужно бюджет пересматривать, уже Минфин приползет в парламент с вариантом бюджета, давайте мы пересмотрим бюджет. Повысим налоги? Повысим, либо пересмотрим, ну, то есть, как бы, заимствования какие-то, да, либо увеличим лимит заимствований, вот, и здесь наступит звездный час, вот, как раз, тех, той группы лиц, комитета парламентского, да, который хотел более низкие ставки, потому что тогда Минфину нужно будет что-то уже от парламента. А сейчас ситуация, наверное, не очень красивая к концу года, потому что у нас идет ряд событий, будет скандал какой-то же с деньгами, еврооблигациями, российскими, да, которые не будут гаситься, вот, это первое. Второе, нужен бюджет, чтобы получить транш, то есть, не будет бюджета принятого, не будет транша, чтобы принять бюджет, нужно прояснить вопрос налогового кодекса. Они могут спорить, мы видели, там, последние, наверное, 9 месяцев, вот эти дикие споры, да, между этими двумя лагерями. То есть, я в них особо участия не принимал, хотя симпатизирую тем, кто за более низкие ставки налогообложения, что их система, ну, считаю, для страны более прогрессивна. Вот, но на конец года, мне кажется, что идеально было бы принять вот эту систему, потом ее пересмотреть просто. Потому что, как бы, без внешней поддержки стране будет очень тяжело выйти в период дешевого сырья. Мы где-то, в лучшем случае, в конце, а может быть, даже в середине первого квартала ощутим вот это ценовое снижение, которое сейчас есть на сырьевых рынках. И когда вам металлурические комбинаты, вороноблатительные комбинаты покажут выручку валютную, вот, я думаю, что многие прогнозы, которые пишутся сейчас даже такими уважаемыми компаниями, как Банков Америка, Намура, там, наши внутренние компании, вот, их придется пересматривать. Потому что те расчеты, которые были, это те цены на сырье, которые были у нас в третьем квартале. Виталий, да, но смотрите, это очень важно. Но получается так, что если рынок падает, да, а у нас, как бы, основа там налоговых поступлений, вот именно такие предприятия, ну, я условно сейчас говорю, такие, другие, да, ну, сырьевые предприятия, а рынок падает, то там, делая хоть вообще нулевую ставку налогов, больше это денег все равно не принесут. То есть они не станут производить больше продукции, да, потому что просто нет потребности в их продукции такой. Это какой-то... Это тоже аргумент, да, это тоже аргумент, который есть на стороне Международного валютного фонда, и с ним можно тоже соглашаться, не соглашаться, но другое, вы же поймите, есть другая сторона медали, что если вы на падающее предприятие набрасываете еще более высокую нагрузку, причем обрезаете им те схемы оптимизации, которые у них были легальные даже, которые все знают, но молчат, как бы, да, там по определенным причинам, потому что они не нарушают закон. Но если даже это обрежется, а налоговая нагрузка возрастет, то это предприятие может испытать шок, да, то есть какое-то... Уволить сотрудников, да, например. Уволить сотрудников, сократить производство, если уволятся сотрудников, не будут выплаты по налогам по линии заработной платы, ощущать на себе это тут же местные бюджеты, вот, пойдет давление по выплате, по социальным выплатам пособия на безработице, вот, то есть очень, ну, как бы, понимаете, это целая цепочка действий, да, и поэтому на падающем рынке повышать налоги и, так сказать, больше выбивать из налогоплательщиков, это тоже не метод. Ну, ну, логично. Я просто всегда... Не, я просто всегда вспоминаю замечательную, значит, логику крымского туристического сезона, если в июне к тебе никто не приехал в твой отель или пансионат, то в июле надо поднять цены на свои услуги, потому что надо же как-то компенсировать свои затраты. Виталий Шапран, финансовый аналитик, был гостем нашей студии. Оставайтесь с нами на канале Черноморской телерадиокомпании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова